Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. 5 марта день памяти Иосифа Виссарионовича Сталина, великого руководителя советского государства, который ценой невероятных усилий сумел перехватить власть в СССР у троцкистов, организовал победу советского народа в Великой Отечественной войне и в послевоенные годы руководил восстановлением народного хозяйства Советского Союза. В годы правления Сталина СССР стал могучей державой, которую в мире уважали и боялись. Но самое главное, СССР под руководством Сталина стал маяком, примером для людей труда всего мира. В годы Великой Отечественной войны он являлся председателем Государственного комитета обороны, ГКО, верховным главнокомандующим вооруженными силами СССР, одним из лидеров антигитлеровской коалиции. Попробуем присмотреться к деятельности Сталина без идеологических стереотипов, исходя из того, какие задачи перед ним стояли и как он их выполнил. Советская Россия оказалась после Первой мировой войны, периода правления Временного правительства, Гражданской войны, нескольких войн с соседними государствами в очень тяжелой ситуации. По оценке Сталина, мы отстали от передовых держав на 50-100 лет в развитии. У него было ясное понимание, что новой войны не избежать. Сама природа капитализма приводит к войнам. Западные руководители в большинстве ненавидели СССР. На востоке усиливалась милитаристская Япония, которая оккупировала Северный Китай и готовилась к дальнейшим войнам. В Европе набирала силу нацистская Германия. В Италии пришли к власти фашисты. Лондон был традиционно враждебен России. Поэтому советские руководители относились к обороне страны с исключительной серьезностью и ответственностью, как к одной из важнейших первоочередных задач Союза. Главные усилия государства направлялись на создание индустриальной, научно-технической и в целом экономической базы страны. Надо помнить, что у молодого советского государства не было важнейших отраслей промышленности. Танковый, авиационный, автомобильный, станкостроительный, приборостроительный. Их создавали с нуля. Несмотря на массу проблем, благодаря героическим усилиям народа, прежде всего рабочего класса и инженерно-технической интеллигенции, в короткий срок была в основном осуществлена индустриализация СССР. Не надо забывать и об организации процесса планирования. К началу мировой войны в СССР был создан первоклассный военно-промышленный комплекс, способный производить все виды техники и оружия. Истребители, штурмовики, бомбардировщики, в том числе и дальние, легкие, средние, тяжелые танки, орудия, корабли, включая подлодки и линкоры, стрелковое вооружение и так далее. Был создан огромный запас прочности для народного хозяйства. Фактически с нуля создана промышленная база на востоке страны – Урал, Казахстан, Сибирь. В 1940 году их удельный вес в производстве важнейших видов продукции составил 25-30%. Кроме того, были созданы предприятия-дубли, чтобы, если одно предприятие будет потеряно, осталось другое. Был совершен просто фантастический прыжок в индустриальном развитии страны и укреплении ее мощи. Например, в 1928 году в Красной Армии имелось всего лишь 200 танков и бронемашин, 1000 самолетов устаревших конструкций, 350 грузовых автомашин. А противотанковой и зенитной артиллерии вообще не было. Перед началом войны у вооруженных сил СССР было 67 тысяч орудий и минометов, 1860 новых танков и свыше 2700 боевых самолетов новых типов. И значительное количество старых танков и самолетов. Причем Сталин лично основательно вникал в основные вопросы создания нового оружия и технического оснащения Красной Армии. Красная Армия, как и общество, была морально подготовлена и мотивирована. Патриотическое воспитание было на высоте. Перед войной была ликвидирована пятая колонна, в том числе и в армии, наследие Троцкого. Поэтому Берлину не удалось вызвать серьезных актов саботажа, диверсий и восстаний в советском тылу. У Сталина были обширные планы по коренному преобразованию и повышению боевой мощи вооруженных сил СССР, рассчитанные на много лет вперед. «Когда же все это будет нами сделано?» – говорил он. Гитлер не посмеет напасть на Советский Союз. Но все это, к сожалению, не суждено было осуществить. Война застала нашу страну в стадии многих незавершенных дел по перевооружению, реорганизации и переподготовке армии и флота, создании обороны, перестройке промышленности, накоплении государственных резервов и мобзапасов. Часть этих планов была осуществлена уже в ходе войны и после нее. То есть за то немногое время, всего две пятилетки, Сталин, как военный вождь своего народа, сделал просто невероятные вещи. Он из третьей разрядной страны сделал Советскую Россию великой державой с мощной армией, сильным флотом, развитым ВПК, сильной научной базой с волевым энергичным народом. А также решен вопрос с угрозой Ленинграду. Советско-финская граница отодвинута, присоединена Прибалтика. Границы на западе отодвинуты, присоединены Молдавия, Западная Украина и Белоруссия. То есть Красная Армия получила дополнительное пространство для маневра. Заключен договор с Германией о ненападении. Этим СССР получил дополнительное время для подготовки. Япония заключает договор о нейтралитете. Токио ошеломлен пактом о ненападении между СССР и Германией. Начинает слоняться к идее экспансии на юг. Во время войны Сталин проявил выдержку и волю в ходе тяжелого начала войны. Например, не покинул Москву в ходе немецкой операции «Тайфун». Этим внушив уверенность в государственный аппарат, армию, партию и весь народ в целом. Очень важен несгибаемый дух правителя страны. Паника, трусость привели бы к страшным последствиям. Сталин смог выявить наиболее способных военных руководителей, продвигая их наверх. Сталин смог успешно руководить народным хозяйством в ходе большой войны. Причем экономика не только не деградировала, но и стала сильнее. В 1942-1943 годах в восточных районах нашей страны было вновь построено 2250 и восстановлено в освобожденных районах свыше 6000 предприятий. Оборонная промышленность в 1944 году ежемесячно производила танков и самолетов в пять раз больше, чем в 1941. Верховный смог временно создать союз с прежними врагами, англосаксами, причем даже заставил их помочь, лент-лиз. Верховное командование во главе со Сталином смогло правильно определить, что немцы выдохлись под Москвой и выбрать время для контр-удара. Правильно определить возможность уничтожения немецких войск под Сталинградом и ход операции на Курской дуге. В последующие годы войны Ставки во главе со Сталином, как правило, удавалось изыскать наиболее выгодные направления для ударов с решительным сосредоточением основных усилий на решающих участках фронта. Наиболее краткую, но правдивую, объемную характеристику Сталину дал Василевский. О Сталине, как о военном руководителе в годы войны, необходимо написать правду. Он не был военным человеком, но он обладал гениальным умом. Он умел глубоко проникать в сущность дела и подсказывать военные решения. Продолжение следует...